Дубай Марина Дубай Марина Дубай Марина Дубай Марина Район организован в 26 кластеров, по три здания в каждом. Наменование каждого кластера соответствует букве английского алфавита от A до Z. Инфраструктура района развита хорошо. В большом количестве присутствуют детские сады, супермаркеты, прачечные, парикмахерские, курсы английского и даже русские рестораны. Например, ресторан «Сказка», который находится в кластере M. Для взрослых компания African & Eastern представляет широкий ассортимент алкогольной продукции в своем магазине. Охранник на Сигвее здесь – обычное дело. Ведь это быстрый способ сделать обход территории и в случае чего добраться до любой точки района за пару минут. Самое броское здание – это Альмаз Тауэр. Оно же и самое высокое. В нем 68 этажей. Это штаб-квартира компании DMCC. Аббревиатура переводится как «Дубайский многоцелевой центр». И этой компании принадлежит весь район. Известно, чтобы открыть компанию в Арабских Эмиратах, часть компании должна принадлежать гражданину этой страны. Но для привлечения инвестиций из других стран в ОАЭ существуют свободные торговые зоны, в которых гражданин любой страны может открыть компанию и владеть ею на 100%. В Дубае таких зон более 30, а DMCC как раз является одной из них. Хотя стоимость регистрации компании в ней ни много ни мало от 10 тысяч долларов. 85% здания Альмаз Тауэр занимает департамент Dubai Diamond Exchange. Эта компания – одна из самых крупных по купле-продаже алмазов на Среднем Востоке и имеет большое влияние на мировой рынок драгоценных камней. В JLT есть филиал Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. Он называется Synergy. Это первый российский университет Дубая. Аккредитован Международной ассоциацией мастер делового администрирования. Он популярен не только среди российских и украинских студентов, но также среди студентов из СНГ, Филиппин, Индии, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. 90% студентов трудоустраиваются уже в процессе обучения или сразу после его окончания. А стоимость обучения значительно ниже, чем в среднем УАЭ. JLT сложно назвать туристическим, хотя здесь есть 4 хороших отеля. Если вы решили заселиться в один из них, то вряд ли пожалеете. Район комфортный, до пляжа пешком минут 20. Часть пути можно проехать на трамвае. Аренда квартиры и студии здесь начинается от 10 тысяч долларов в год, а однокомнатной квартиры от 14 тысяч. Все жилые здания оборудованы хорошими спортзалами и бассейнами. В некоторых домах они располагаются на верхних этажах. После захода солнца активность продолжается в спортивной колее. На детских площадках появляются детвора. Многие выходят в парк и делают гимнастику, бегают, занимаются йогой. На спортивной площадке иногда устраиваются баскетбольные баттлы. Процесс организации чем-то похож на дворовый футбол нашего детства. Кто пришел раньше, того и площадка, а опоздавшие ждут своей очереди. Ночных клубов в JLT нет, но присутствует несколько баров, которые рады приветствовать вас. Возле станции метро всю ночь дежурят таксисты. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. С вами был Лысый. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok